Монтаж Монтаж Великая вещь Выкинул этот поехавший все самое ненужное Все самое его компрометирующее Чтобы выставить себя только в белом свете Получился полный пиздеж, но зато сам чистенький Да че он может сказать В том то и дело Куда делась вот эта его изначальная фраза про сраное качество контента С чего все и началось Сраное Сраное качество материала Да я про него знать не знал Пока он всю эту лабуду первым не начал Мне чего Дел что ли других нет Будет возникать я его депортирую Куда В Финляндию С его то знанием иностранных языков на уровне ПТУ Да даже если взять вот этот его аргумент про Сомали На голубом глазу он заявил что в своем стриме Я выдаю безопасный Сомалиленд за опасный Сомали То есть обманываю своих подписчиков Конечно же он везде говорит про Сомалиленд От заставки до названия стрима Он думает что зритель у него идиот и все схавает Всегда был таким Ну судя по поступкам да Так вот теперь он вызвал меня на дуэль Ух Дуэль Обожаю дуэли Кто то там в комментариях оскорбил его жену И на дуэль он вызвал меня Логика Ну если уж пошла такая тема абсурдных решений То мне вот в группе в контакте предложили такой вариант А пусть жены тогда и дерутся А? Правда когда моя в состоянии гнева Она не то что жену поехавшего уработает Там еще и поехавший Отхватит по самое не могу Ну как вариант Только результат очень очевидный Нет Думаю что не надо лишать парня шанса А ты слышал главный то его аргумент О оставь эту песню Она как никогда в тему Просто гимн поехавшего Поехали ко мне если хочешь пострать Поехали ко мне если хочешь пострать Ну Ты же слышал наверняка вот эту его сказку Кто Извините за выражение Насрал под моей дверью Наверняка подписчики канала Петенька Планетка Или он сам А? Скрытно пришли ко мне и сделали Вот что Перестань Мы обознаем что это неправда Только идиот мог на такое повестись Ты эту дверь видел? Это же просто портал в ад Я всегда думал что за такими дверями Обычно живут какие-то алкоголики или бомжи В хрущевках на окраине Челябинска или Омска А он выдает эту дверь за свою Это дезинформация Точно дезинформация Ну вот нравится чуваку выставлять себя и ощущать жертвой Чтобы все его пожалели Как же ты Мишенька будешь переступать через это на своем пороге Когда в свой клавшарник вернешься Блоунхеров Увлекся немного Увлекся увлекся Ну естественно что с его журнала понабежало всякого быдла Мне даже пришлось ввести премодерацию в комментариях на некоторые слова Ну там слов 5-6 наиболее частых в оскорблениях И вот в этом отстойнике для комментариев скопилось их штук 150-200 То есть представляешь насколько у этого контингента ограниченный запас слов Не поспоришь С вашей работой предосторожность не мешает Ну вот Чаусов кстати правильно сказал Что шутки про говно всегда заходят хорошо А среди фанатов поехавшего так вообще на раз-два Ну иначе они не были бы фанатами поехавшего Ну кстати много кто метнулся на мою сторону То есть когда человек приходил ко мне с трехэтажным матом в мой адрес и с угрозами А я ему отвечал ну на другом языке спокойно И они возвращались через какое-то время и говорили Мы пересмотрели весь контент Я залип на два дня Подсадил всю семью Каюсь Был резок То есть с этими людьми можно общаться Что-нибудь еще я щас от скуки помру Ой да я щас сам от скуки умру Ну вот вызвал он меня на бой Правда бросил не перчатку Как обычно это делается А носок Дайте мне перчатку или что-нибудь Что можно бросить Носок Давай носок Наверное долго думал над этим ходом И ты знаешь глядя на состояние той двери Которую он выдает за свою Подозреваю что весь прошедший месяц Он ходил в одном носке Поэтому не могу не воспользоваться ситуацией И при случае не подарить ему Пару Чистых Модных носков Между прочим за моим именным дизайном При встрече вручу Ты с ними поосторожней Не-не Бой так бой Герл так герл Тем более один спор он мне уже проиграл Правда слился от признания сего факта Перед своими подписчиками Думал это ему и так сойдет с рук Ну пока еще не сошло Вот только место проведения Дату и все остальное Буду уже выбирать я сам У меня к нему доверия вообще нет Пока подумаю Может перекусим? Ну пока ты думаешь Давай Давай Поехали ко мне если хочешь пострать Поехали ко мне если хочешь пострать Поехали ко мне если хочешь пострать Пописать и покакать Пописать